Хай, ребята! С вами Супергирчик, и сейчас мы отправимся на экскурсию в интерактивный центр Альметрика. Приятного просмотра! Интерактивный центр Альметрика находится в городе Альметиск. Сразу войдя в интерактивный центр Альметрика, мы видим вот такой вот интересный интерьер. Сама выставка будет проходить на втором этаже. Билетная экскурсия стоит 150 рублей. Можно оплатить также и пушкинской картой. Ходя по коридорам, можно увидеть вот такие вот скульптуры. Например, эта скульптура – энергия. А вот эта скульптура – это мудрость. А вот и началась сама экскурсия. Нас попросили войти в зал и пройти дальше. Здесь мы увидели разную необычную аппаратуру, рассчитанную, видимо, для каких-то различных экспериментов. А лед какого цвета? Белого. Или, зачастую, прозрачного. Смотрите, здесь тоже произрастает лед, но его практически не видно нашим с вами глазом. Можно вот так потрогать, действительно убедиться, что он здесь есть. Потрогайте, не будет ли он довольно холодный. Но я вам предлагаю на этот лед послинуть в новом цвете сквозь поляризованное стекло. Держите. И лед здесь приобретает все оттенки. Но правильно я буду сказать, что мы с вами здесь видим не то, как лед окрашивается в инейциданце, а то, как белый свет, который через этот лед проходит, так как лед у нас прозрачный, начинает разбиваться на спектр, на, видимо, там, с вами части радуги. Вот здесь внизу тоже есть лампочка. Эта лампочка подает белый свет, то есть свет белого цвета. В центре на столике лежат различные тела, и они нам сами заменили лед. Когда мы с вами смотрим на эти тела сквозь, опять-таки, это стекло сверху вниз, эти тела также имеют радужную оттену, как и лед. Однако, если мы их с вами достанем, то они абсолютно прозрачные, как и лед в жизни. Кладем обратно. Вновь приобретают радужную оттенку. И вот дело в том, что свет является электромагнитной волной. Свет от источника света расходится во всех, во всех возможных направлениях. Вот это стекло сверху, как и стекло, через которое мы с вами смотрели, это поляризованные стекла. Они через себя свет отфильтровывают и выпускают лишь только в одном направлении. Вот, наш с вами глаз, это сфера, которая собирает все цвета. Стекло, наоборот, начинает цвета рассеивать. И мы с вами здесь видим, как белый свет начинает также разбиваться на спектр. Получается зеркальный эффект. Кугл поляризации изменился, и свет отражается теперь сюда. Однако, посмотрите внимательно на эти тела, на их цвета. Вот по вашему мнению, какого цвета больше всего, если выбрать только один цвет? Чёрный. Синий, голубой. Лука, синий, розовый. Я один цвет. Один. Один. Вы разводите. Хорошо, запомнили какой-либо цвет, поворачиваем обратно, белый цвет игнорируем. Какого кажется больше цвет? Розовый, голубой. Цвета постоянно переливаются. Или, например, мы просто так поставим, сами походим вокруг, то тоже можно заметить, что цвета постоянно изменяются. Ред длинный блок, более нам самим известным, как RGB или же RGB. RGB это цветовая схема, которая используется на всех телефонов, смартфонах, телевизорах, река, мониторах. То есть везде, где присутствует работа пикселей, используется именно эта система. Только с помощью этих трех цветов при их смешении и кодировке мы с вами можем получить свыше 16 миллионов других цветов и оттенков. Это лестница Якова или плазменная рогатка. По ней проходит электрический ток. Получается вот такая вот молния. Создается она из-за разности потенциала. То есть у одного стержня заряд больше. Он свой заряд старается передать на противоположный ему стержень. Однако воздух ему в данном случае мешает. Но если воздуха откачать, то получается следующее. Можно вращать ручку в любую сторону, как можно быстрее. И смотрите, ручку начинаем вращать, начинаем воздух откачивать из колбы. Смотрите, это препятствует прохождению нашей с вами дуги. Она даже не может создаться, если вращаем очень быстро. Теперь она находится снизу. И вот все дело в том, что вот газ здесь создается из-за того, что из-за высокого напряжения начинает происходить ионизация воздуха. Воздух начинает ионизировать. Сыщается ионами. А вот ионным воздухом уже заряды передавать способны. Так как мы сами воздух постоянно откачиваем, воздух у нас откачиваем, то даже начинает вращаться наша с вами дуга. С одной стороны надо вращать педали, и с другой. А вот эта большая штука называется генератор. То есть она вращение педалей, механическую энергию, будет преобразовывать к энергетическому энергию. Можете начинать в ту сторону, в которую тяжело. Окей, переломка. Пожелать теперь нахожусь. Первая, вторая, это симметриотная лампа. Больше ярко горит. Вот отлетение ее больше маленько, если больше нет варки. Так сказать, вторая. Вторая лампа нахаливает. С вами дуга с первой горит не так ярко. Не потребляет в раз и больше электроэнергии. И в часе энергии держать совершенно не только в этом проекте. Вторая, третья, это как же метод-кл. Мощность в том, что это едет 2,5 кВт. Это 4 кВт. Всего лишь 4 лет. У нас капли колокс. Электроэнергия сразу падает. Обращение педали снова очень тяжело. Потому что педали просто больше выполнения электроэнергии для притяжания своей. Отпусти. Здесь находится экспонатом, названием генератор Вендеграфа. И он генерирует статическое электричество. Многие люди в наше время подвержены этому явлению. Участие чаще всего возникает от миллиметров нашего гардероба. В центре находится резиновая лента. Нажимаем на зеленую кнопочку. Лента у нас начинает вращаться. Начинает делиться. Начинает вырабатывать электрический заряд. Если мы с вами маленький шарик на полушке подносим большому. Происходит разряд. Небольшая молния. Возникает она так же из-за разницы потенциала. То есть беру большим шариком, но зарядом больше. Он свой заряд старается передать на шарик поменьше. Шарик будет топом. Абсолютно. Везде, в любом положении. И так далее. Потом нас попросили встать на резиновый коврик и, не отпуская руки, держать шар. Кроме того, нас попросили встать в тупочку и крепко взяться за руки. А крайним прикоснуться к шару. Сначала нас щипало током, но потом кто-то отдернул руку и нас всех ударило током. Было, конечно, не больно, но очень весело. Здесь мы сами запустим ракету. Вот она, белая ракета. Для того, чтобы нам сами эту ракету запустить, нам спирал необходимо добыть топливо. Топливо мы с вами будем добывать из воды, которая у нас находится здесь, в этом резервуаре. В эту воду внутри опущены два металлических стежня. И когда мы сами начинаем вращать туда, мы начинаем подавать электрический ток, который у нас проходит через стежни и попадает на воду. Вода это вещество, которое состоит из двух химических элементов, из водорода и кислорода. При прохождении тока через воду, вода у нас начинает разбиваться, разлагаться на два ее отдельных элемента. И вот пузырьки газа, которые поднимаются, отдельно водород и отдельно кислород. В объеме 2 к 1 происходит смешивание. И образуется уже так называемый гремучий газ, который является взрывоопасным. И вот как только газа у нас здесь с вами встанет достаточное количество, подастся вспышка и к ней зайдет взрыв. А именно выброс энергии. Надо за зеленое осталось чуть-чуть, будет громко, буду груждая сразу, не пугайтесь, еще чуть-чуть, еще, еще, еще. А я включу. Все? Спасибо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Вот произошел. Новый год. Смотрите, вот эта большая постановка называется установкой превращения энергии. Мы с вами запустили, теперь красные шарики поднимаются вверх по элевакуру. Чем выше шарик поднимается, тем выше его потенциальная энергия. Как только шарик поднялся на самый верх, он уже перестает подниматься, он начинает катиться. То есть увеличивается уже не высота шарика, а скорость. И благодаря этой скорости шарик начинает проходить вот эту установку. Поехал. Да, он надо верить. Вот, поехал. Вот, головой. И эту установку нам с вами наглядно отнесут за так, чтобы она находится в окон сопротивление энергии. Который говорит о том, что энергия нас никуда не исчезает, никуда просто так не появляется. И сейчас мы с вами набираем обору у нас в большом воздухе. Вот мы с вами воду накачали. Теперь у нас вода из воздуха начала стекать вниз. Убилась энергия падающей воды. Вода теперь по ценному полу начинает раскручивать ложки. А вот ложки предотвращения подошли от умения энергии генерала. Однако, еще всего лишь 400 лет назад, в 17 веке, всем ученым миром, и не только ученым, была принята система Аристотеля о падении тел. Эта система говорила о том, что чем большей массой обладает тело, тем быстрее оно падает на землю. На самом деле же, все зависит от формы тела. Конечно, если есть воздух. Тогда сила сопротивления воздуха будет тормозить тело. А если же сделать вакуум, то есть отсутствие воздуха, тогда тела упадут одновременно, несмотря на разную массу и форму. Я хотел бы вам сообщить, что несколько станций мы все-таки пропустили, так как, как бы это глупо не звучало, у меня просто кончилось место на телефоне. Ну, зато будем знать, что для таких видео нужно места побольше, так как материала тут довольно-таки много. Примерно 10 минут. Я хотел бы сказать свои эмоции по поводу этой экскурсии. Мне она очень сильно понравилась. Я всем выражаю огромную благодарность за то, что вы посмотрели этот ролик, за то, что нам провели экскурсию и организовали эту поездку. Ну, а всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Ну, а с вами был Супер Кирчик и всем гуудбай! Субтитры сделал DimaTorzok